Если вы увлекаетесь Лигов Леджендс, то советую вам посетить стрим-канал Мэнни Плейс. Парень достиг первого места на русервере за пантеона и теперь пытается покорить топ мира. Он рассказывает, как добиться высоких рангов и дает советы по игре. Подписывайтесь! Уютный канал по ссылке в описании. Всем привет! Совсем недавно Riot внесли, казалось бы, незначительные изменения, что привело к упрощению чемпионов, которые казались сложными. Возможно, это случилось не в самом последнем патче, но есть несколько примеров подобного на протяжении шестого сезона. Отсюда возникает вопрос, почему Riot упрощают игру за чемпионов? Самые свежие примеры происходящего включают изменения Алистара в патче 6.3 и Кассиопеи в патче 6.2. Сюда же можно включить Райза более раннего патча 5.12. У Алистара изменили то, что при применении сокрушения во время удара головой он сразу же его использует, когда закончится сокрушение, из-за чего его комбинацию сокрушения с ударом головой гораздо проще использовать. А в случае с Райзом и Кассиопеей, при применении определенных умений они не будут останавливаться, что позволяет постоянно передвигаться. Во всех случаях за чемпионов стало значительно проще играть, в особенности игрокам, плохо контролирующих чемпионов. Эти изменения были сделаны из-за неизбежных проблем с механикой этих чемпионов. По сути, их способности слишком сложны в освоении конкретных комбинаций. В итоге, таких чемпионов невозможно сбалансировать как для соло, так и для соревновательных игр. Райад важно и то, и другое, а эти изменения направлены на решение проблемы. Они стараются сделать чемпионов сильнее в соло-играх, не усиливая их в соревновательных, поскольку на таком уровне игры из-за высокого скилла игроков эти изменения ни к чему. В частности, три упомянутых чемпиона были яркими примерами тех, кто был силен в соревновательных играх, но имел низкий процент побед в соло. Низкий процент побед был только из-за того, что люди не слишком хорошо умели за них играть, а чемпионы были слишком сложными для среднестатистического игрока. Они доминировали в соревновательных играх, но в соло не могли ничего сделать, поэтому и сбалансировать их было очень сложно, особенно если это касалось ослабления их способностей. Кроме того, если механика подобных чемпионов слишком сложная, за них становится невозможно играть при высоком пинге. Комбинации Алистара напрямую зависели от пинга, а если он у вас был больше 80 или, может быть, сотни, за него уже нельзя было играть. Определенные изменения в этих трех чемпионах гораздо упростили задачу игрокам с высоким пингом. Сложно сказать, насколько сильно Riot берут во внимание таких игроков, но я могу точно сказать, что огромное количество, миллионы, если не больше игроков, имеют пинг от 80 до 100. Количество довольно-таки внушительно, и хотя это определенно не основная причина данных изменений, и по правде она могла даже не учитываться. Просто все эти люди извлекают большую пользу из этих изменений. Но вот что именно они привнесли, так это способ Riot усилить этих сложных чемпионов в соло, не давая им большого или вообще никакого преимущества в соревновательных играх. Благодаря чему их проще балансировать для самих разработчиков, а одиночкам будет легче к ним привыкнуть. После того, как они обратили внимание на эту проблему, таких чемпионов можно спокойно ослаблять или усиливать, в зависимости от того, как Riot хотят с ними поступить. Но лично я не уверен, что соглашусь с этими изменениями. Очень сложно сказать, и у меня вроде как даже закрадываются сомнения. Сложные чемпионы – это один из самых интересных и увлекательных аспектов моба-игр с точки зрения геймплея для многих людей. Более сложный для игры чемпион зачастую обладает большими возможностями, а впоследствии и большим потенциалом. Таким образом, многие люди получают больше удовольствия от игры, а также это великолепная часть геймплея для такой игры, как Лига Легенд. Игре нужны сложные чемпионы, точно так же, как и простые, благодаря чему можно создать лучший игровой опыт для всех. Что же касается Кассиопеи, то, как мне кажется, ее изменения оправданы. И я думаю, что Riot упростили игру за нее именно так, чтобы сделать чемпиона таким, каким она и должна быть, то есть дали ей больше возможностей и больший потенциал. Поскольку теперь не нужно следить за точностью остановок, можно сосредоточиться на избежании выстрелов, попаданиям по врагам и контролю вашего яда. И хоть благодаря этому за Кассиопею стало проще играть, это совсем не делает ее простым чемпионом. У нее по-прежнему огромное количество механик и способностей, с которыми нужно управляться, и проблем у нее тоже хватает. Но с этим изменением за Кассиопею стало проще играть, и у нее появился больший игровой потенциал, что позволяет вам сосредоточиться на других проблемах, вместо того, чтобы постоянно передвигаться. В моих глазах Кассиопея одна из самых интересных и сложных чемпионов, которые есть в лиге вообще. И наверняка это учитывалось при ее изменении. Rise, как ни странно, не так уж и далеко ушел от того, чего пытались достичь Riot с Кассиопеей. Видимо, все сходится к тому, что такая механика с постоянными остановками просто не должна существовать вообще. Или быть гораздо проще для магов с постоянным уроном, которые должны стрелять на ходу, и при этом не забывать про свои способности. Что, как мне кажется, вполне оправдано. Что касается Алистара, то основной целью Riot было то, чтобы игроки волновались не столько о том, смогут ли они применить комбинацию, а нужно ли им это делать вообще. Не уверен, что согласен с такой целью. То есть, когда вы играете за Алистара, то вы практически всегда должны применять эту комбинацию. Это как ультимейт Мальфита с меньшей дальностью. Это очень сильное умение, и самая важная часть Алистара, которая вам нужна для игры за него. Возможностей у чемпиона не становится больше или меньше, поскольку их было не так уж и много с самого начала. Алистар – великолепный чемпион, и сложность этой механики определенно была не на уровне Кассиопеи. Но, опять же, я совсем не уверен насчет этого изменения. Мне кажется, что оно было плохим. Но, в общем, мне действительно интересно посмотреть, если такая тенденция упрощать игру за чемпионов сохранится. Кто знает, каких чемпионов она затронет в будущем. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз. А также не забудьте поддержать автора оригинала по ссылке в описании. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на нас на Ютубе и ВКонтакте. До новых встреч! Продолжение следует...